Итоги уходящего понедельника За деньгами пришла женщина, которая была задержана сотрудниками милиции Щедрый гонорар или очевидный приговор На верность родине новое пополнение приняло присягу Для нас это великий праздник За этот месяц нас научили многому Как прошел курс молодого бойца А также выгодное сотрудничество Достояние республики И морозный прогноз На вторник объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопада К чему готовится автомобилистам Экономика основа всего Президент встретился с главой Удмуртии Одной из тем разговоров стала стратегия действий Минской Москвы после ухода западных компаний Александр Лукашенко отметил Беларуси в этом плане повезло Так как во времена Советского Союза страна уже была ориентирована на экспорт И главное предприятие удалось сохранить Поэтому мы готовы оказать любую поддержку партнерам по союзному государству Нам столько не надо Мы практически половину того, что производим, экспортируем Почему? Потому что так сложилась наша экономика в советские времена Мы работали на огромный Советский Союз Очень много продукции шло на экспорт А на экспорт лишь бы что не брали Особенно в машиностроении И нам повезло в том плане Что под это машиностроение А сегодня и новейшие технологии Это биотехнологическая компания Атомная энергетика Это космос Это ВПК Мы многое делаем Парк высоких технологий Они поднимают нацию на совершенно иной уровень развития Поэтому мы добавили к тому, что было Но то не утратили Поэтому в принципе мы многое можем Может быть не так быстро Хотя время от нас требует увеличения скорости Я опять же сошлюсь на переговоры с президентом России Главное, о чем мы говорим Что мы все можем Но нам надо немножко времени Что же до сотрудничества с Удмуртией Президент предложил обратить особое внимание На нашу городскую технику и лифты За первые 9 месяцев этого года Объем взаимной торговли составил почти 70 миллионов долларов Причем экспорт белорусских товаров Приблизился к 30 миллионам долларов Схема дала сбой В Абруйске задержан курьер телефонных аферистов Пенсионеру позвонил неизвестный с истории о ДТП Виновницей которого якобы стала его внучка И предложил заплатить 50 тысяч рублей Чтобы избежать уголовной ответственности Мужчина понял, что имея дело с мошенниками Решил посодействовать правоохранителям И назначил встречу с курьером После связался с родственницей Убедился, что она в порядке И обратился в милицию За деньгами пришла женщина Которая была задержана сотрудниками милиции Выяснилось, что 44-летняя курьер Гражданка одной из соседних стран За рубежом ей предложили работу На территории Республики Беларусь Женщина должна была забирать деньги Обманутых пенсионеров И передавать их посреднику Работодатель обещал щедрый гонорар Но заплатить не успел Возбуждено уголовное дело Заполненные хранилища Ценовой вопрос И экологичный подход Каждая третья тонна вторичных отходов в стране Возвращается в оборот Сколько собрано за год Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре В стаб-фондах Беларуси Почти в полтора раза больше запасов По сравнению с прошлым годом Объемы увеличены на 4000 тонн Овощей уже заложили 81% от плана Поднялась и планка по фруктам Хранилища страны на межсезонный период Будут пополняться продовольствием Вплоть до 1 декабря С момента включения первого энергоблока БелАЭС выработала более 9,5 млрд кВт-часов электроэнергии Что позволило заместить Значительное количество природного газа Мирный атом позволяет удовлетворить Возрастающий спрос у населения А реализация такого крупного проекта Способствует развитию экотранспорта Медицины и науки Каждая третья тонна вторичных отходов В стране возвращается в оборот Только за прошлый год собрано практически 800 тысяч Это в два раза больше, чем 10 лет назад Сейчас активно идет строительство заводов И линий по переработке К примеру, в Обруске, Орше и Барановичах В планах возвести 30 подобных комплексов Министерство антимонопольного регулирования и торговли Подготовило очередные разъяснения По вопросам применения постановления Совмина В частности, какую продукцию Следует относить к позиции Мующие средства по уходу за автомобилями Порядок формирования цены При приобретении товаров на скидке или оптом И стоимость реализации остатков На вторник объявлен оранжевый уровень опасности Из-за снегопада В отдельных районах может сгущаться слабый туман На дорогах местами сохранится гололедица Температура воздуха ночью от минус одного Днем до плюс одного Среднесуточный показатель опустился на 4-9 градусов Ниже средних многолетних значений И больше соответствует к концу декабря Священный долг В вооруженных силах страны Новое пополнение приняло присягу Свыше 6 тысяч новобранцев Которых призвали на срочную военную службу в резерве Признесли клятву на верность Родине Торжественная церемония традиционно прошла в кругу родных и близких До этого дня пополнение осеннего призыва Обучали азам армейской службы От правильной шнуровки берцев до огневой подготовки Я считаю, что каждый уважающий себя Мужчина обязан принять военную присягу И для нас это великий праздник За этот месяц нас научили многому Начиная с строевой подготовки Так и изучением уставов Военная присяга очень важный элемент в жизни каждого военнослужащего Запоминается он на всю жизнь Присягу каждый гражданин дает один раз в жизни И вот сегодня очень важный момент Военнослужащие к этому готовились Очень долго к этому шли После церемонии самая приятная часть Главных героев торжественного ритуала Отпустили в первое увольнение Кто-то провел время с родными до вечера Кто-то сутки По возвращению ответственная служба в воинских частях Бизнес идеи в действии Беларусь резинотехника освоила выпуск новой продукции Специалисты начали изготавливать детали для сейсмотехники Которые комплектуют российские машины для добычи нефти Еще одно новых хава подуши для обуви На днях отправили первую опытную партию для компании Марка Раньше эти изделия витебчане закупали за границей Теперь прицениваются к бобруйским товарам Семь десятилетий непростого, но плодотворного труда Крупнейший в стране производитель резинотехнических и полиуретановых изделий Беларусь резинотехника не перестает удивлять новинками И продолжает осваивать новые рынки сбыта А начиналось все в далеком 52-м завода натурального каучука Тогда там работало всего 235 человек В 70-е трудилось уже 5000 РТИ полностью обеспечивал нужды в резиновых деталях Почти всей промышленности БССР и союзных республик Предприятие, по сути, было градообразующим За счет РТИ построена третья поликлиника Санаторий-профилакторий, пионерский лагерь «Ромашка» и четыре детских сада Более тысячи заводчан отпраздновали новоселье в благоустроенных домах Историческое прошлое завода нашло отражение на аллее трудовой славы Еще несколько лет назад Беларусь резинотехника переживала не лучшие времена Но благодаря грамотному руководству и слаженной командной работе сотрудников Завод еще в прошлом году вышел на чистую прибыль Не сбавили темпа и в 2022-м За 9 месяцев выручка предприятия выросла более чем на 40% И достигла 26,5 миллионов рублей Показатель рентабельности 9,4% Объем производства в 2021 году за 9 месяцев составил порядка 17,7 миллионов Так в 2022 году за 9 месяцев объем производства составил 24 миллиона Что составило 143,7% темп роста Беларусь резинотехника выпускает широчайшую линейку продукции От рукавов и шлангов до зубчатых ремней и резиновых смесей Ассортимент более 5000 наименований Которые находят применение в металлургии, деревообработке, сельском хозяйстве и машиностроении Среди постоянных партнеров МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Гумсельмаш, Минский завод колесных тягачей Львиная доля товаров отгружается в Россию Только в этом году экспорт увеличился на 28% Санкции, которые были введены против Беларуси Скажу так, что они повлияли, но повлияли больше в поставке сырьевых компонентов Для производства нашей продукции Но мы с этим справились успешно, слава богу Заменили те европейские виды сырья, которые приходили к нам с Европой китайским Адаптировали к своему производству И в принципе на сегодняшний день предприятие работает стабильно Производственные успехи РТИ были бы невозможны без главного ресурса Профессионального коллектива Здесь трудятся ответственные и надежные люди, которые искренне болеют за общее дело и осваивают новые технологии Один из таких сотрудников – контролер качества Светлана Кулешова Родному предприятию женщина отдала 15 лет На предприятии у меня работали родители и также работала бабушка Работа на самом деле очень интересна, потому что от нашей работы зависит качество нашей продукции Беларусь-резинотехника динамично развивается, осваивает современные технологии и расширяет ассортимент продукции В этом году здесь начали производить детали для сейсмотехники, которые комплектуют российские машины для добычи нефти Еще одна новинка – подошвы для обуви На днях отправлена опытная партия для Марка Раньше эти изделия витебская компания закупала за границей Теперь приценивается к бобруйским товарам Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360 На встречу мечте Белшина вышла в 1-4 финала Кубка Беларути по футболу За путевку в следующий раунд бобруйчане боролись с ФК Гумелем С первых минут рыси ринулись на ворота шинников Моменты возникали один за одним Но фортуна в этот вечер была на стороне красно-черных В основное и дополнительное время команды не выявили победителя Все решилось в серии пенальти 6-5 в пользу наших футболистов, решающий удар на счету Чеснокова Это был последний матч Белшины в этом году Напомним, шинники сохранили прописку в элите белорусского футбола Завершив чемпионат на 12-м месте Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! 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 Редактор субтитров А.Семкин